В Туркестанской области участились случаи гибели людей на воде. Спасатели усиливают меры безопасности вместе с полицейскими и волонтерами. Они патрулируют запрещенные для купания места, раздают памятки, проводят рейды и разъяснительные беседы с отдыхающими. Райхан Тадживаева продолжит. Под пристальным вниманием спасателей водоем блестела Карнак в пригороде Кентал. С каждым днем на его берегу собирается все больше отдыхающих. Люди игнорируют знаки о запрете купания, а значит подвергают свою жизнь реальной опасности. Пришли купаться с детьми, говорят нельзя. А куда еще нам идти? Речка рядом с селом. Жаркую погоду здесь очень хорошо. Просто властям надо этот пляж благоустроить. В Туркестанской области 27 разрешенных мест для купания. И если одни предпочитают безопасный досуг, то другие отдых не по правилам. С последними спасатели проводят разъяснительную работу, а помогают им в этом волонтеры. В селах под Кентау много диких пляжей. Мы проводим совместные рейды, раздаем отдыхающим памятки. Главная цель – предупредить, какая опасность подстерегает людей. В этих работах с начала года задействовано 580 волонтеров. В прошлом году в реках и озерах региона утонули 24 человека. С начала текущего – 17. 13 из них – дети, которые взрослые оставили без присмотра. В местах, разрешенных для купания, обследовано и очищено дно. Есть ограждения, медицинские посты. Ведется постоянное наблюдение. Работают обученные спасатели. Если что-то случится, они готовы оказать помощь. В запрещенных же местах люди предоставлены самим себе. Контролировать стихийные пляжи в регионе будут весь купальный сезон. Кроме того, при содействии предпринимателей местный Акимат приобрел 26 модульных бассейнов. Их установят в населенных пунктах, где нет естественных водоемов.